«И ты внушил мне отправиться к Симплициану. Добрым счел я по разумению своему это решение. Он казался мне добрым рабом твоим, а сияным благодатью твоею. Я слышал, что от юности своей был он благоговейно тебе предан. Теперь был он уже глубоким стариком, и я полагал, что в многолетнем усердном следовании по пути твоему он много испытал и много узнал. Но так и было в действительности. Я хотел рассказать ему о своей неутихающей тревоге. Пусть покажет мне, как лучше всего поступить мне в тогдашнем моем состоянии, чтобы пойти по пути твоему. Я видел, что царствие твое, церковь твоя полна, а члены ее идут один одним путем, другой другим. Мне несносна была моя жизнь в миру, и я очень тяготился ею. Я уже не горел, как бывало, страстью к деньгам и почестям, которая заставляла меня переносить такое тяжкое рабство. Все это уже не радовало меня по сравнению со сладостью и красой дома твоего, который я возлюбил. Но еще цепко оплела меня женщина. Апостол не запрещал мне брачной жизни, хотя и советовал избрать лучшее. Больше всего он хотел, чтобы все люди были, как он сам. Я слабый выбрал для себя нечто более приятное. Это было единственной причиной, почему и в остальном я бессильно катился по течению. Я изводился и сох от забот, вынужденный и в том, чего я уже не желал терпеть, вести себя в соответствии с семейной жизнью, которая держала меня в оковах. Я слышал из уст истины, есть скопцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного. Но кто может вместить, да вместит. Лживы все люди, не знающие Бога. В зримых благах не могут найти они Его, сущего. Я не пребывал уже в этой лжи. Я перешагнул через нее. Все создание твое свидетельствовало о тебе. Я нашел тебя, Создателя нашего, и Слово твое, Бога, пребывающего у тебя, и с тобой, единого, через которого ты создал все. Есть, однако, и другая порода нечестивцев. Зная Бога, они не восхвалили Его, как Бога, и не воздали Ему благодарности. Я попал в их среду, и десница твоя подхватила меня и вынесла оттуда. Ты поставил меня там, где я мог выздороветь, ибо ты сказал человеку, благочестие есть мудрость. И не желай казаться мудрым, ибо объявившие себя мудрыми оказались глупцами. Я уже нашел дорогую жемчужину, которая надлежала купить, продав все имение свое. И стоял, и колебался. Итак, я отправился к Симплециану, отцу по благодати твоей, епископа Амбросия, который любил его действительно, как отца. Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях, и когда я упомянул, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме, я слышал, он умер христианином, перевел на латинский язык. Симплециан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обманов по стихиям этого мира. Те же книги на разные лады, но всегда проникнуты мыслями о Боге и его слове. Затем, уговаривая меня смириться перед Христом, это утаена от мудрых и открытым младенцем, он вспомнил самого Викторина, которого, проживая в Риме, близко знал. Не умолчу о рассказанном, его подобает исповедать и громко восхвалить милость твою. Этот ученейший старец, глубокий знаток всех свободных наук, который прочитал и разобрал столько философских произведений и наставник множества знатных сенаторов, заслуживший за свое славное учительство статую на римском форуме. Граждане этого мира считают эту почесть особо высокой. До самой старости почитатель идолов, участник нечестивых таинств, увлекаясь которыми почти вся тогдашняя римская знать стила младенца Азириса, Рим молился тем, кого победил. Чудищем всяким Анубис очтили, что лает их, кто некогда поднял оружие против Нептуна, Венеры и против Минервы. Все это старый секторин столько лет защищал грозным звучащим словом и не устыдился стать дитятей Христа твоего, младенца, источника твоего. Подставил шею под смиренное ярмо и укротил гордость под позорным крестом. Господи Боже, Ты, преклонивший небеса и сошедший на землю, касавшийся гор, которые дымились от Твоего прикосновения, каким образом проник Ты в его сердце? Он читал по словам Симплициана Священное Писание, старательно разыскивал всякие христианские книги, углублялся в них и говорил Симплициану не открыто, а в тайности, по дружбе. «Знаешь, я уже христианин». Тот отвечал ему, «Не поверю и не причислю тебя к христианам, пока не увижу в церкви Христовой». Викторин посмеивался, «Значит, христианинам делают стены!» И часто говорил, что он уже христианин, а Симплициан часто отвечал ему теми своими словами и часто повторял Викторин свою шутку о стенах. Он боялся оскорбить своих друзей, этих горделивых демона-служителей. Полагал, что с высоты их вавилонского величия, словно скедра в ливанских, которых еще не сокрушил Господь, тяжко обрушат они на Него свою ненависть. После, однако, жадно читая и впитывая прочитанное, проникся он твердостью и убоялся, что Христос отречется от него перед святыми ангелами, если он убоится исповедать его перед людьми. Он показался себе великим преступником, и ему стыдно присягнуть смиренному слову Твоему и не стыдно нечестивой службы гордым демонам, которую он справлял, уподобляясь им в гордыне. Ему опротивила ложь, его устыдила истина. Неожиданно и внезапно он, как рассказывал Симплециан, говорит ему, «Пойдем в церковь, я хочу стать христианином». Тот вне себя от радости отправился с ним. Наставленный в началах веру, он вскоре объявил, что желает возродиться крещением. Рим изумлялся, церковь риковала. Гордецы видели и негодовали, изводились и скрижетали зубами. «Рабу же Твоему Господь Бог был надеждой, и не озирался Он на суету и безумство лжи». Пришел, наконец, час исповедания веры. Это была формула, составленная в точных словах, и приступающие к благодати крещения произносили ее наизусть, с высокого места перед лицом христианского Рима. Симпециан рассказывал, что священнослужители предложили Викторину произнести ее тайно. В обычае было предлагать это людям, которые, вероятно, смутились бы и оробили. Он предпочел, однако, объявить о спасении своем перед лицом верующей толпы. Не было спасения в том, чему обучал он в риторской школе, и однако преподавал он открыто. Тому, кто не стеснялся слов своих перед толпами безумцев. Пристало разве, возглашая слова твои, стесняясь кроткого твоего стада. Когда он зашел произнести исповедание среди всего всех, знавших его имя, прозвучало в шелесте поздравлений. А кто тогда не знал его? В устах всех сорадующихся приглушенно звучало Викторин. Викторин. Громкое ликование при виде его, затем напряженное молчание хотели его слышать. Он исповедовал истинную веру с дивной уверенностью. И все хотели принять его в сердце свое. И принимали, обвивая его словно руками, любовью и радостью. Боже благий, почему больше радуется о спасении души, отчаявшейся, освободившейся от великой опасности, чем о человеке, которого никогда не покидала надежда, и который не знал большой опасности? Ведь и ты, Отец Милосердный, больше радуешься об одном кающемся, чем о девяносто девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии. И мы слушаем с великим удовольствием, когда слышим, с каким ликованием принес пастух на плечах своих заблудившуюся овцу, о том, как вместе с женщиной, нашедшей Драхму и вернувшей ее сокровищницы твои, радуются соседи. И когда читают в доме твоем о младшем сыне, то радость и торжество дома твоего заставляют нас плакать, потому что мертв был и ожил, пропадал и нашелся. Да, ты радуешься в нас и в ангелах своих, освященных святой любовью. Ты ведь вечно неизменен и одинаково от века знаешь все, что приходящее и изменчиво. Почему душа больше радуется возврату найденных любимых вещей, чем их постоянному обладанию? Это засвидетельствовано и в остальном. Всюду найдутся свидетели, которые воскликнут. Да, это так. Победитель полководец справляет триумф. Он не победил бы, если бы не сражался. И чем опаснее была война, тем радостнее триумф. Буря кидает пловцов и грозит кораблекрушением. Бледные все ждут смерти, но успокаивается мое небо и море. И люди полны ликования, потому что полны были страха. Близкий человек болен, его пульс сулит беду. Все желающие его выздоровления болеют душой. Он поправляется, но еще не может ходить так, как раньше. И такая радость у всех, какой и не было, когда он разгуливал здоровый и сильный. И не только внезапное, против воли обрушившееся бедствие заставляет почувствовать, как хороши жизненные блага. Люди ищут насладиться ими путем обдуманных и добровольных лишений. Человек не будет наслаждаться едой и питьем, если не перестрадает от голода и жажды. Пьяницы едят соленое, чтобы разжечь жажду, и наслаждаются, угошая ее питьем. Обрученную невесту принято не сразу отдавать из дома. Жалким даром может показаться мужу та, о которой он не вздыхал долгое время, будучи женихом. Так всегда с радостью. Возникает ли она по поводу гнусному и отвратительному, по дозволенному ли и законному, сердца ли самой чистой и честной дружбы, при мысли о том, кто был мертвый, а жил, пропадал и нашелся. «Всегда о большой радости предшествует еще большая скорбь». Почему это, Господи Боже мой? Ведь Ты для Себя Сам вечная радость, и те, что вокруг Тебя, кто всегда радуются о Тебе. Почему же в этой еду или чередуются ущерб и избыток, раздор и примирение? Или это закон для нее? И это именно, Его именно дал Ты ей, когда справедливой мерой определил Ты свое место и время, и свою честь во всяком благе всему творению Своему, от небесных высот и до земных глубин, от начала и до конца времен, от ангела и до червяка, от первого вздоха и до последнего. «Увы мне! Как высок Ты на высотах и глубок в глубинах! Ты никуда не уходишь, но с трудом возвращаемся мы к Тебе. Господи, пробуди же нас и призови к Себе, обожги и восхить, воспламени и облей своим сладостным благоуханием, да полюбим Тебя, да бросимся к Тебе. Разве многие не возвращаются к Тебе, как викторины с темноты адского подземелья? Они подходят к Тебе и озаряются тем светом, от которого люди получают силу стать сынами Твоими. Если, однако, они малоизвестны, то и те, кто их знал, меньше о них радуются. Когда же радостно со многими вместе, то и радость каждого полнее. Один от другого накаляются и пламенеют. А потом известная многим, многим, поддержка на пути к спасению, и многим за ними следующим вожди. Вот почему и те, кто предшествовал им, много о них ликуют, ибо не о них одних ликуют. Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков, а знатных впереди незнатных. Ведь ты же избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом, и презренных избрал ты. Ничего не значащих сделал значительными и обессилел значительных. И, однако, этот самый меньший из апостолов Твоих, в устах которого прозвенели эти слова Твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом, в знак великой победы. Он воин. Сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое игох Христова и привел в подданство великому царю. Крепче поражается враг от человека, которого он крепко держал, еще из которого многих держал. Сильнее держит он великих мира с ссылкой на их знатность, а через них еще большее число с ссылкой на авторитет знати. С какой же благодарностью думали о Викторине, чье сердце дьявол удерживал, как неприступную крепость, о Викторине, чей язык как грозным острым оружием поражал многих. Полнота ликования прилично была сынам Твоим, ибо царь наш связал сильного, на глазах людей сосуды его были у врага вырваны, очищены и приготовлены в честь Тебе, полезные Господу на всякое доброе дело. Пять. Когда симплециант, Твой человек, рассказал мне это о Викторине, я загорелся желанием ему подражать, для того, конечно, он и рассказывал. Потом он прибавил еще, что во время императора Юлиана был издан закон, запрещавший христианам преподавание грамматики и риторики. Подпав под этот закон, он предпочел покинуть школу болтовни, но не твое слово, которое делает красноречивым устам младенцев. И он показался мне скорее счастливцем, чем мужественным человеком, нашел случай освободиться для тебя. Я вздыхал об этом, никем не скованный, но в околах моей собственной воли. Мою волю держал враг, из нее сделал он для меня цепь и связал меня. От злой же воли возникает похоть. Ты рабствуешь похоти, и она обращается в привычку. Ты не противишься привычке, и она обращается в необходимость. В этих взаимно сцепленных кольцах, почему я и говорил о цепи, и держало меня жестокое рабство. А новая воля, которая зарождалась во мне и желала, чтобы я чтил тебя ради тебя, и утешался тобою, Господи, единственным верным утешением, была еще бессильна одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую. И две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, боролись во мне. И в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем считал, как тело замышляет против духа, а дух против тела. И я жил и тем, и другим, но больше жил в том, что в себе одобрял, чем в том, чего в себе не одобрял. Тут меня скорее не было, ибо по большей части я терпел против воли, а не действовал по собственному желанию. И однако привычка мною созданная упрямо восставала на меня. По своей воле пришел я туда, куда не хотел. Кто по праву может противиться справедливой каре, настигающей грешника? И у меня уже не было того извинения, которым я обычно прикрывался. Я еще не отвергаю мира и не служу тебе, потому что не постиг еще ясной истины. Она уже была мне ясна. Меня связывало земное. Я отказывался стать твоим воином и так боялся разгрузки от всякой ноши, как следовало бы бояться нагрузки. Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне. Размышления мои о тебе доходи, походили на пытки тех, кто хочет проснуться, но одолеваемые глубоким сном вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше, но человек обычно медлит встряхнуть сон. Члены его отяжелели, сон уже неприятен, и однако он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Так и я уже твердо знал, что лучше мне себя любви твоей отдать, чем злому желанию уступать. Она влекла и побеждала, но оно было мило и держало. Мне нечего было ответить на твои слова. Проснись, спящий восстань из мертвых, и озарить тебя, Христос. Мне, убежденному истиной, вообще нечего было ответить тебе, везде являющему истину своих слов. Разве только вяло и устало. Сейчас, вот сейчас, подожди немного. Но это сейчас и сейчас не определяло часа, а подожди немного, растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я закону твоему, согласному с внутренним человеком, когда другой закон в членах моих противился закону ума моего, и делал меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Греховный же закон – это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против ее воли. Но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она добровольно. Кто же может освободить меня, несчастного, от этого тела смерти, как неблагодать твоя, дарованная через Господа нашего Иисуса Христа? «Исповедуюсь тебе, Господи, мой помощник и мой искупитель, и расскажу, как освободил ты меня от пут плотского вожделения, они тесно оплели меня, и от рабства мирским делам. Я вел обычную свою жизнь, а тревога моя росла. Ежедневно вздыхал я о тебе и посещал церковь твою, поскольку позволяли дела мои, под бременем которых я стонал. Со мной жил Олипий, освободившийся от своих обязанностей, юрисконсульта после того, как он был в третий раз асессором. Он поджидал, кому продать свои советы, как я продавал умение говорить, если только можно ему выучить. Небриди уступил нашим дружеским просьбам и пошел в помощники к Верикунду, задушевнейшему другу нашему, медиланскому уроженцу. Верикун был грамматиком и очень хотел получить верного помощника из нашей среды. Он в нем очень нуждался, а по праву дружбы и требовал его от нас. Небриди привела к нему ни погоня за выгодой, он бы достиг большего, если бы занялся преподаванием самостоятельно. Но кроткий и нежный друг он по долгу дружелюбия не хотел пренебречь нашей просьбой. Вел он себя на своем месте очень разумно, остерегаясь известности среди лиц важных в мире всем, и тем самым избегал всякого беспокойства душевного. Он хотел в душе своей свободы и как можно больше досуга для исследования, чтения и слушания мудрых бесед. И вот однажды, не припомню по какой причине, Небриди отсутствовал. Приходит к нам домой ко мне и к Алипии некий понтициан в наших землях, поскольку он был уроженцем Африки, занимавший видное место при дворе. Не помню, чего он хотел от нас. Мы сели побеседовать. Случайно он заметил на Егорном столе, стоявшем перед нами книгу, взял ее, открыл и неожиданно наткнулся на послание апостола Павла, а рассчитывал найти что-либо из книг, служивших преподаванию, меня изводившему. Улыбнувшись, он с изумлением взглянул на меня и поздравил с тем, что эти и только эти книги вдруг оказались у меня перед глазами. Он был верным христианином и неоднократно простирался перед тобой, Божий наш, часто и длительно молясь в церкви. Когда я объяснил ему, что я больше всего занимаюсь Писанием, зашел у нас разговор. Он стал рассказывать об Антоне, египетском монахе, изрядно прославленном среди рабов твоих, но нам до того часа неизвестном. Узнав об этом, он только о нем и стал говорить, знакомя невеж с таким человеком и удивляясь этому нашему невежеству. Мы остолбенели. По свежей памяти почти в наше время неоспоримо засвидетельствованы чудеса твои и сотворенные по правой вере в православной церкви. Все были изумлены. Мы величием происшедшего, он тем, что мы об этом не слышали. Отсюда завел он речь о толпах монахов, об их нравах, овеянных благоуханием твоим, о пустынях, изобилующих отшельниками, о которых мы ничего не знали. И в Медиалане за городскими стенами был монастырь, полный добрых братьев, опекаемых Амбросием, и мы о нем не ведали. Он продолжал говорить, и мы внимательно, молча слушали. Тут перешел он к другому рассказу. Он и три другие товарища его были однажды в Тревирах, и когда император после полудня глядел на цирковые зрелища, они вышли погулять в парк, начинавшийся за городскими стенами. Прохаживались они парами. Он и еще кто-то с ним вместе отделились, а двое других тоже отделились и пошли в другую сторону. Бродя туда-сюда, они набрели на хижину, где жили некие рабы твои, нищие духом, каковых и царство небесное. И нашли там книгу, которой описана была жизнь Антония. Один из них стал ее читать. Девица загорается, читает и замышляет кинуться в такую жизнь, оставить мирскую службу и служить тебе. Оба они были агентами тайной полиции. И вот внезапно, полной святой любви и чистого стыда, гневаясь на себя, обратил он глаза на друга и говорит ему, «Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-либо большее, чем на звание друзей императора? А тогда все прочно и безопасно. Через сколько опасностей приходишь к еще большей опасности? И когда это будет? А другом Божьим, если захочу, я стану вот сейчас». Он сказал это, мучаясь рождением новой жизни, и вновь погрузился в книгу. И читал, и менялся в сердце своем, которое ты видел, и отрекался от мира, как вскоре и обнаружилось. Читая обуреваемый волнением среди громких стенаний, он отделил и определил, что лучше уже стал твоим, и сказал другу, «Я отбрасываю наши прежние надежды, я решил служить Богу, вот с этого часа, вот на этом месте, не хочешь, не подражай, но не возражай». Тот ответил, что за такую плату и на такой службе он ему верный товарищ. И оба уже твои, строили они себе башню за подходящую им цену. «Покинуть все свое и следовать за тобой». Между тем, Патисиан со своим спутником прогуливались в другой стороне парка. Разыскивая товарищей, пришли они в то самое место, нашли их и стали уговаривать вернуться, потому что день уже угасал. Те рассказали им, какое решение было им угодно принять, каким образом родилось и укрепилось в них такое желание, и попросили, если они отказываются присоединиться, а то не докучать им. Патисиан и его спутник остались в своем прежнем состоянии, хотя и оплакивали себя. Почтительно поздравив товарищей, они поручили себя их молитвам, и, влача сердце свое в земной пыли, ушли во дворец, а те, прильнув сердцем к небу, остались в хижине. А были у обоих невесты, услышав о происшедшем, они посвятили тебе девство свое. Так говорил Патисиан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому, заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться от себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мною, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся. И некуда было бежать от себя. Я пытался отвести от себя взор свой, а он рассказывал и рассказывал. И ты вновь ставил меня передо мною и заставлял, не отрываясь, смотреть на себя. Погляди на неправду свою и возненавидь ее. Я давно уже знал ее, но притворялся незнающим, скрывал это знание и старался забыть о нем. И чем горячее любил я тех, о ком слышал, кто по здравому порыву вручили себя целиком тебе для исцеления, тем ожесточеннее при сравнении с ними ненавидел себя. Ибо много лет моих утекло, почти двенадцать лет. С тех пор, как я девятнадцатилетним юношей, прочитав Цесаронова «Гортензия», воудушевился мудростью, но не презрел я земного счастья и все откладывал к поиске ее. А между тем не только обретение, но и одно искание ее предпочтительно обретенных сокровищ и царств и плоских услад, готовых к услугам нашим. А юноше я был очень жалок, и особенно жалок на пороге юности. Я даже просил у тебя целомудрия и говорил, дай мне целомудрия и воздержания, только не сейчас. Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти. Я предпочитал утолить ее, а не угасить. И я шел кривыми путями кощунственного суеверия, не потому, что в нем был уверен. Я как бы предпочитал его другом учением, другим учением, но не смиренно исследовал их, а противился им, как враг. Я давно думал, что, презрев мирские надежды, со дня на день откладываюсь следовать за тобою одним, потому что не являлось мне ничего определенного, куда направил бы я путь свой. И вот пришел день, когда я встал обнаженным перед самим собою, и совесть моя завопила. Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома, а она все еще давит тебя. У них же, освободивших плечи свои, выросли кривя. Они не истомились в розысках и десятилетних, а то и больше размышлениях. Так вне себя от жгучего стыда угрызался я во время потенцианного рассказа. Беседа окончилась, изложена была причина, приведшая его к нам. И он ушел к себе, а я в себя. Чего только не наговорил я себе, какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за тобой. Она сопротивлялась, отрекалась и не извиняла себя. Исчерпаны были и опровергнуты все ее доказательства, но осталась немая тревога. Как смерти боялась она, что ее вытянут из русла привычной жизни, в которой она зачахла до смерти. В этом великом споре во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей в самом укромном углу его, в сердце моем, кидаюсь я к Алипии и с искаженным лицом в смятенье ума кричу, «Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и посещают царство небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плотской грязи». Субтитры создавал DimaTorzok